Вопросов для рассмотрения было 35, но все они больше касались согласования изменений или приведения их в соответствии с законом. Например, утверждение положения об администрации сельских округов Кудепсинского, Молдовского, Барановского, Кировского и так далее. Изменились также по решению народных избранников границы Советов территориального общественного самоуправления. Появляются новые дома, появляются новые улицы, и они остаются бесхозными. Обращаются жители с тем, чтобы изменили границы территориального общественного совета. И это нужно делать постоянно, для того, чтобы у нас не получилось, что на выборы люди приходят, а их нет в списках. Не внесены дома и целые улицы не внесены. То есть это очень серьезный вопрос, его нужно постоянно держать на контроле. Проголосовали депутаты за передачу земельного участка, на котором расположен храм нерукотворного образа Христа Спасителя, так называемый Олимпийский, из муниципальной собственности в Краевую. В безвозмездное пользование переданы некоторые муниципальные нежилые помещения. Такое выделили, например, некоммерческой организации стандарты социального питания. Часть вопросов касалась внутренней работы депутатского корпуса. Приводили в соответствие муниципальные должности депутатов. Мы приводили в порядок рассмотрения обращений граждан в связи с 59-м законом. Мы разработали положение о рассмотрении протестов прокурора. Мы рассмотрели протесты, порядок протестов прокурора, как мы это будем рассматривать в аппарате в своем. У нас до этого не было таких документов. Протест прокурора коснулся положения о департаменте городского хозяйства, правил благоустройства и санитарного содержания города. Рассмотрен перечень поручений от граждан по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета и его корректировка. Кстати, на этой сессии были также внесены изменения в бюджет города в части увеличения доходной и расходной части. В связи с выделением денег на ремонт дорог, строительство школы на Мамайке, строительство газопровода и мероприятиями, связанными с ФИФА. Одним словом, произошло перераспределение средств. Гелена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.